Добрый день! Сегодня 30 мая, сегодня воскресенье. И сегодня мы будем говорить со студентом из университета Уоррик, с нашим студентом, которого зовут Патрик. Добрый день, Патрик! Добрый день, Мария! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Что вы изучаете в университете Уоррик и сколько лет вы изучали русский язык? Конечно! В университете я изучал экономику и русский язык. Сейчас я, к счастью, закончил университет и я изучал три года экономику и два года русский язык. Отлично! То есть, экономика и русский язык. Второй вопрос. Патрик, почему вы решили изучать русский язык? Говорите ли вы еще на других иностранных языках? Я жил в разных странах и поэтому для меня изучение языков не было чем-то новым и и обычно я говорю на английском и немецком языках. Я также выучил французский и несколько лет назад я попробовал учить китайский язык. И в Уоррике я встретил свою русскую девушку и поэтому решил учить русский язык. И я с нетерпением жду возможности поехать в другие русскоговорящие страны и узнать больше о богатой истории и культуре России. Хорошо! То есть, вы говорите на немецком, на французском тоже? На французском? Да. Чуть-чуть на китайском? Сколько лет вы учили китайский? Один год? Один... почти два года, но, к сожалению, я немного говорю по-китайски. Это очень трудный язык. Я согласна. Я учила тоже китайский один год. О, вау! Один год и могу сказать три фразы, по-моему. Да. Очень-очень сложно. Да. Вы познакомились с русской девушкой, у вас русская девушка. Это хорошая мотивация. Да. И она тоже говорит по-номецки и поэтому я подумал, нужно тоже говорить по-русски. Чтобы быть на равных. Я согласна. Отлично. Следующий вопрос. Вы уже были в России? Может быть, вы вместе с девушкой путешествовали? Сейчас сложно, конечно, куда-либо путешествовать из-за коронавируса и так далее. Но в ближайшем будущем я очень надеюсь, что скоро мы все будем снова путешествовать. А планируете ли вы куда-то поехать в Россию? Что бы вы хотели посмотреть? Вот несколько лет назад я уже ездил в Санкт-Петербург и в Москву. И теперь, когда я понимаю русский язык, я хочу вернуться в Россию, чтобы увидеть большие достопримечательности и поговорить с новыми людьми и лучше понять страну. И, конечно, чтобы посетить семью моей девушке. И я хочу посетить юг и дальний восток России. Возможно, я бы поехал в плитное путешествие на поездке, как я уже сделал это в Индии некоторое время назад. Хорошо. Отлично. Можете ли вы дать какие-то советы нашим студентам, с кем они могут говорить по-русски вне аудитории, не на уроке? В основном я говорю по-русски со своей девушкой. Но, кроме того, я люблю смотреть фильмы на русском языке или даже читать книги. И чтение книг пока идёт медленно, но с удовольствием. А сейчас я читаю «Время секонд-хенд», и это отличная книга. И в интернете каждый может найти много русских фильмов или книг. Хорошо. Да, это очень хорошая книга. И вы нашли в интернете её? Вы купили бумажную книгу или вы читаете на компьютере? Я всегда читаю книги онлайн, потому что я много путешествую, и поэтому лучше есть всё книги на iPad. iPad. Удобнее. Не надо носить с собой книги. Хорошо, поняла. Какие у вас планы на будущее? Сейчас, я так понимаю, вы закончили университет, закончили университет Уорик. Что вы теперь будете делать? Будете дальше учиться? Будете работать? И будете ли вы продолжать изучать русский язык? Конечно. Вот этим летом я начну учиться на магистратах в Йейлском университете. И в прошлом году я уже работал в инвестиционном банке. И, возможно, я снова буду работать в банке или начну работать в технологической компании. Потому что в перспективе я хочу работать в космическом индустрии. И, конечно, я буду продолжать говорить и практиковать русский язык со своей девушкой. Также, может быть, буду посещать ещё курсы в Йейлском университете. И, конечно, я буду читать книги и смотреть фильмы почти каждый день. Удачи вам в университете. Я думаю, что всё будет прекрасно и будет интересно. Последний вопрос тоже о русском языке. Что вам показалось сложным при изучении русского языка? А что для вас было легко? Что вы думаете об изучении русского языка? Я был удивлён, что грамматика очень структурирована. И существует множество правил и случаев. Но правила всегда работают. И всё логично. И это очень отличается от французского, например. И я думаю, что учить новое слово труднее всего. И это никогда не заканчивается. Однако хорошие словарные предложения могут помочь. Например, Quizlet. А, вы пользуетесь Quizlet. Да, это хорошая программа. Патрик, большое вам спасибо за интервью. Я думаю, что сейчас другие люди посмотрят и увидят, каких результатов можно добиться за два года. Два года – это небольшой срок. При том, что вы учитесь в университете. У вас много других предметов. И русский ваш не основной предмет, а совсем основной всё-таки экономика. В общем, я вас поздравляю. У вас блестящие результаты. И надеюсь, что ещё услышу от вас новости, как вы будете учиться в Америке. И буду рада, если вы мне будете писать имейлы. И желаю вам удачи в дальнейшем в изучении русского языка. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.